Я сейчас на кухне. Готовлю. Сегодня наш папа возвращается из своей командировки. Очень спешит к нам. Я решила порадовать его приготовить драники белорусские. Очень он их любит. Как раз вы у меня спрашивали, как я их готовлю. Смотрите, во Франции у меня есть только такая тёрка, потому что, честно говоря, я её использую очень редко. Поэтому она у меня такая, видите, на ручке. И я вот тру на ней картофель. Смотрите, как морковь по-корейски. В Белоруссии мы трем на другую. Называется она у нас, по-моему, драчка. Что-то такое, знаете, как такая круглая, не с шипами. Ну, в общем, на другую тёрку. Но и так тоже нормально. Сейчас я картофель посолю. Добавлю какую-нибудь приправку. Добавлю, наверное, ложку муки, яйцо. И всё. И приготовлю фарш тоже посолю, поперчу. Потому что мы любим драники с мясной начинкой. Сейчас я вам покажу, что получится. Смотрите, вот что получается. Воду вот эту только надо, которая набегает, сливать от картофеля. И вот мой фаршик. Теперь в сковородке я разогреваю подсолнечное масло. Масла надо много. Но потом я выкладываю на салфетку, чтобы оно всё стекло, лишнее масло. Вот что получается. И сейчас быстренько выкладываем сюда мяско. Вот так вот, одним пластом. И накрываем опять частью картошки. Вот что получается. Жарю с одной стороны, потом переворачиваю на другую. Складываю в отдельную сковородку. И потом ещё протушиваю. С добавлением чуть-чуть водички. Приготовила, сейчас ещё тоже поставила на огонь, немножечко протушиться, рататуй. Была у меня в гостях Тамара. Тоже ей очень понравился рататуй по моему рецепту. Но я просто обожаю с рисом. Сегодня сделала, чтобы было уже, знаете, как не думать, что там ещё к нему приготовить. Поэтому сделала сразу, видите, с фаршем. Сделала довольно много, потому что и я, и муж, мы, в принципе, любим. И, знаете, ещё хотела сказать, несмотря на то, что мне продолжают писать комментарии, я уже для себя решила, больше не буду обсуждать хейт. Но мне пишут иногда, что вот что вы там придумываете, нет у вас мужа. Или он просто приезжает ради детей, не платит алименты, вы, короче, скрываете. Я вам скажу, что, во-первых, если бы что-то, не дай бог, произошло такое в моей жизни, я бы не скрывала, конечно же. Во-вторых, я не какая-то там терпила, я ничего не терплю. У меня есть муж, у нас нормальная семья. Пока что так, пока что с работой вот у него так. Я не жалуюсь, честно, я вам скажу даже больше, что я к этому уже привыкла. Несмотря на то, что, конечно же, мне иногда тяжело, там, надо двоих деток уложить спать, но всё равно, я привыкла, и когда мы все вместе дома, то, конечно же, мне муж очень много помогает. Ему за это я просто благодарна, потому что у нас нету такого, что, знаете, это не моё, это женская работа. Иди, типа, сама делай, или я не буду. То есть, если надо, то он всегда поможет, всегда сделает, и с детками посидит, и даже еду сейчас приготовит. У нас двое деток, нет никакой помощи, поэтому, конечно же, приходится крутиться. Но со стороны, когда не показываешь всё, конечно же, можно много чего придумать. Но, опять же, повторюсь за меня, не переживайте. Я, знаете, если бы меня что-то не устраивало, никогда бы не терпела. Тамара, кстати, вот, которая была у меня в гостях, познакомилась с моим мужем, потому что он как раз в это время был дома. Если хотите, в следующий раз она приедет, я спрошу у неё, что она думает. Ну, по-моему, он ей понравился. Хотела ещё вам сказать, если меня кто-то смотрит, молодые девчонки, вообще не слушайте ничьих советов левых, тем более, кто не знает вашей какой-то семейной ситуации. Можно, мне кажется, в каких-то случаях только с мамой посоветоваться. Ну и всё. Сейчас вообще такое время, что, мне кажется, люди какие-то стали более озлобленные, что ли. Не знаю, раздражённые. Ну, не знаю, может быть, мне это только кажется. Ещё, наверное, неделю назад, какую-то неделю назад, да, мне писали в комментариях, что правда ли, Наталья, это, что вас не пускают в рестораны, в кафе без QR-кодов, то есть, если вы не вакцинированы. Я говорю, нет, нет, это неправда. Сегодня вынуждена констатировать факт, что действительно это правда. Если вы не вакцинированы, то вы не можете сходить в ресторан, вы не можете сходить в кино, вы не можете сесть на поезд, то есть, ну вот так. Ну, либо же, конечно, делать этот тест. Вот такие вот делишки. Было у нас эти дни довольно жарко. Температура воды, по-моему, была 20 градусов. 19-20. Напишу вам, уточню. И сегодня вот уже видно, что погода будет меняться. С завтрашнего дня нас ждут дожди. Я надеюсь, что не проливные. Дождик это хорошо, в принципе. Но я надеюсь, что не так, как вот было в Бельгии, в Германии или на том же севере Франции. Ну, вот видно уже, что погода будет меняться. Покажу вам сразу, что купила. Еще ничего не мыла. Так как у меня дома посуда белая, поэтому я к ней и что-то докупаю тоже белое. Ну, мне это нравится. Купила не в этот раз, но немного раньше. Вот такую вот, не знаю, как это сказать, баночку, штучку. И сюда я уже положила варенье. То есть, выглядит намного лучше, как-то эстетичнее, чем варенье просто в банке. Вот. В этот раз купила тоже такую вот небольшую баночку. Еще пока что не знаю, для чего она будет. Возможно, сахар сюда положу или... Ну, не знаю. В общем, знаете, я это покупала с таким расчетом, чтобы красиво декорировать стол. Вот это тоже, не знаю, для чего пока что еще применить, но я подумаю. В общем, я найду применение, надо хорошенько отмыть. И еще купила... Не знаю тоже, как это называется. Я, во-первых, думала, что это можно ставить в духовку. Да? Но она мне сказала, что нет. Она мне говорит, что вообще-то это для цветов. Но, не знаю, мне кажется, что я найду применение этой штучки на столе. Вот такое вот у меня получилось дополнение к уже имеющейся по сути. Ну, мне все нравится как-то, оно все в одном стиле. Тарелки у меня. Так что, вот такие вот покупочки. Сейчас, ребятки, с мужем вышли прогуляться на пляж. Адрианчик в саду, Миланчик у бабушки. И знаете, когда... Такие редкие минуты, когда можно побыть вдвоем, мы, как те дети, не знаем, что делать. Ну, вернее, знаем, но времени мало, поэтому... Вот съездили в магазин, закупились продуктами. И вышли на пляж прогуляться. Сейчас выпьем по бокальчику чего-нибудь. Здесь на пляже прям сделали такую кафешечку маленькую. Мы сейчас что-нибудь выпьем. У нас сегодня прохладно. Ветер такой прохладный. Небо тоже так себе. В общем, можно было бы покупаться, но как-то холодно. Хотя люди купаются даже с детьми. Забрали Адрианчика. Ноги, ноги. Эти ноги. Скажи, не надо меня кушать, пожалуйста. Я говорю, что ты плакал. Да, конечно. Все, мы успели поплавать, но мы его переодели. НО, НО, НО! Придется бежать Не, хотя видите, только делает вид, что уходит Слушается Давай-давай сюда Давай сюда, мой мальчик Нет-нет-нет Ой Смотрите, кто наводит главные беспорядки У нас в городе Не боятся ничего Все достают из мусорок Даже я их наоборот боюсь Они не улетят, что вы думаете Еще и драться будут Видите, такие большие, огромные Ловите, идите что-то Рыбу У меня мусорили Пошли Что смотрим Потом по моему видео Полиция сможет их найти Понятно вам? Так что бойтесь Все складывайте обратно лучше в мусорку Открыли новый магазин Выставили вот такую зебру Сейчас зайдем посмотрим, что там Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, как я поняла, там представлены разные марки Магазинчик очень красивый Но цены вы видели Не дешевые Сейчас обеденное время Людей очень много Все кафешки Забиты С погодой С погодой у нас так ничего и не выровнялось Прохладно Серенько Но Это правда лучше, чем жара Вон видите Со стороны моря Снова надвигаются тучи Будет дождь Вот все приходит оттуда Мне уже сказали Смотреть там Какая будет погода Ну, будет дождь